Выйду ночью в поле с конем, Ночкой темной тихо пойдем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем. В России появляются доступные кроссоверы. С появлением Renault Duster ценовая планка обвалилась 700 до 450 тысяч рублей. А это тревожный сигнал для Chevy Niva. Чем ответил GM AutoVas на появление столь грозного конкурента? Chevrolet Niva производится уже 10 лет. И все это время производитель пытается улучшить потребительские свойства вездехода. То пару новых железяк внедрит, то течи в коробке устранит, а то и вовсе расщедрится на какие-нибудь полезные опции. Сегодня у Niva в серийном порядке появилось то, чего мы так долго ждали. АБС, преднатяжители ремней и две подушки безопасности. Так что теперь можно не тратиться на покупку трех иконок на торпеду. Стало ли с новой Niva жить легче? За такой доступ к буксировочным проушинам я бы оторвал руки. Сюда не то, что внедорожный карабин-шакл, но даже буксировочную стропу будет тяжело продевать. Я уж молчу про то, что если тянуть машину в бок, можно повредить хлипкие бамперы. Салон с 2009 года не претерпел каких-либо изменений. Про интерьер, наверное, говорить не стоит. Он устарел морально и физически. Как известно, Горбатого исправит только могила. А вот этот Горбатый ключ уже ничего не исправит. Сгорбленная посадка за рулем держит водителя в постоянном напряжении. Даже мне, ростом 1,78 м, приходится отодвигать кресло до упора. А каково будет более высокорослым водителем? Салонное зеркало крохотное. А боковые сгодятся разве что для комнаты смеха. Они сильно искажают пространство. С качеством сборки все было бы приемлемо, если бы... Если бы не люфтящие ручки климатической установки и набалдашник рычага, который легко вращается вокруг своей оси. Действительно, сильный козырь Шеви Нивы – это простор на заднем сиденье. Пожалуй, здесь будет удобнее, чем за рулем. Хоть в попахи и валенках усаживайся. Трем мужикам здесь не будет тесно. А вот с грузовым отсеком у Нивы беда. Дело даже не в объеме, который составляет 320 литров, а в форме багажника. Ведь ввысь он гораздо больше, чем в глубину. Станет ли поездка в Ашан единственной на этой неделе? А еще я не советовал бы вам взлить шневоводов, если вы, конечно, не хотите получить лопатой по башке. Этот девайс теперь входит в штатное оснащение автомобиля. Пока Нива стоит на месте, все вроде бы ничего. Но стоит тронуться и туши свет. С 80-сильным мотором полноприводная машина попросту не едет. 18 секунд до сотни – это даже не диагноз, а приговор. Знаете, почему владельцы Шниф такие злые за рулем? Да потому что пока разгонишься до 100 км в час, успеешь состариться и обзавестись внуками. Чтобы хоть как-то успевать за потоком, движок на каждой передаче приходится выкручивать до 4000 оборотов. Ну же, родная, давай, давай. Сидящим внутри при этом приходится терпеть какафонию двигателя, коробки, раздатки, мостов и прочие сопутствующие шумы. Одно радует – штатная печка жарит что надо. Жаль, что ее мощь нельзя перекинуть на двигатель. Прохождение поворотов на Ниве – отдельная песня. В предельных режимах машина очень понятна и послушна, все скольжения развиваются плавно. Но с мягкой длинноходной подвеской серьезные крены заставят молиться даже атеиста. Представляю себе диалог пассажира с водителем. А, кажись, сейчас упадем. Не очкой, доедем. Поездка к магазину через поле доставит больше удовольствия, чем тот же маршрут, проложенный по нормальной дороге. Заблокированным межосевым дифференциалом на укатанном снегу Шевенева ведет себя куда азартнее, чем на асфальте. Прямо Субару для бедных. Весенние распутицы или глубокие сугробы будут только в радость. Вот это плавность хода. Подвеска просто чума. Не машина, а карета императрицы Екатерины. Кстати, дороги с тех пор не сильно изменились. Длинноходная подвеска, которая так доставала на асфальте, на бездорожье позволяет вытворять такое, что кроссоверам и некоторым внедорожникам даже и не снилось. Именно за счет внушительной артикуляции диагональное вывешивание колес у Нивы наступает гораздо позже. Вкупе с дорожным просветом в 22 см в самой нижней точке это позволяет Ниве ползти даже в очень глубоком снегу. Но и на бездорожье главная беда – это дохлый мотор. Понижающая передача здесь просто спасительная соломинка. Но перед преодолением препятствий все-таки высадите из машины жену, тещу, детей, выньте санки, коляску, чтобы машине легче ехалось. Также я бы выкинул отсюда БС, подушки безопасности, подголовники, запасное колесо, даже бардачок и даже аптечку. Все равно не пригодится. В общем, все то, что Автоваз сюда запихивал последние 8 лет. О, магнитола! Еще минус 200 грамм. Если говорить серьезно, то в такой Ниве можно смириться со всем, кроме устаревшего двигателя и цены в 540 тысяч рублей. К слову, Рено Дастер со 105-сильным мотором в схожем оснащении стоит всего на 27 тысяч рублей дороже. То есть в крупных городах Шниеве просто нечем крыть. А это значит, что ей придется рассчитывать только на регионы. Сейчас Шевенива отвечает требованиям только тех людей, которые постоянно ездят либо по плохим дорогам, либо там, где их нет вообще. Где проходимость и наличие запчастей важнее динамики и комфорта. Где люди вынуждены чинить машину в ближайшем совхозе, сарае или даже на коленке. В таких местах машину брали и будут брать. Неважно, есть ли у нее сальники, шрусы новые или подушки безопасности. Хотя по-хорошему все эти инженерные достижения должны были появиться не сегодня и даже не вчера, а еще тогда при запуске модели в 2002 году. А если такими темпами двигаться дальше, то, думаю, что систему стабилизации и новый мотор мы увидим далеко после Олимпиады в Сочи. А уж рестайлинговых фар и рулей на наш век хватит. Субтитры создавал DimaTorzok